привет друзья сегодня у нас на обзоре принтер от компании кубу 3d это достаточно новая компания это китайский стартап и модель тукан макс соответственно площадь печати здесь 300 на 300 на 230 миллиметров и есть еще примерно вот абсолютно должна на самом деле не примерно абсолютно такой же принтер просто тукан не макс там у нас 240 на 240 и тоже на 230 миллиметров по высоте как вы можете понять это драгостол причем драгостол достаточно дорогой макс стоит порядка 40 тысяч сейчас на алиэкспресс а когда мне присылали стоил там порядка 44 обычный тукан так сказать небольшой вообще абсолютно стандартного форм-фактора по площади печати стоит 35 тогда опять же когда мне присылали стоил 39 на самом деле это достаточно дорого и нужно хорошо понимать что принтер наверное не для всех хотя есть в нем определенные плюсы сразу хочу предупредить что конкретно в этом видео мы рассмотрим механику рассмотрим запчасти и прочее достаточно длинное видео получится в следующем видео наверное уже через неделю примерно мы попечатаем и посмотрим вообще каково на нем работать и стоит ли оно того от себя хочу добавить что по сути это не что иное как клоун достаточно популярного 3d принтера на западе лолз бот таза и соответственно этот принтер он достаточно дорогой и я думаю что в принципе даже клон его за 40 это вполне достойный вариант и он как минимум ну просто должен в природе существовать потому что таз просто каких-то космических денег стоит при этом ну там драгостол с жесткой рамой все ну или не все возможно в этом что то есть в этом конечно же нам с вами еще сегодня предстоит разобраться изначально как и обычно предлагаю пройтись по комплектации честно говоря она здесь не супер какая насыщенная потому что принтер по сути поставляется в сборе есть только две огромные части которой нужно друг с другом соединить и сразу же нам открывается взор на то что нам предстоит с вами работать на ультрабазе что это конкретно за ультрабаза и как долго она проживет конечно же не понятно покажет только время но в любом случае если стекло не разобьется то всегда ее можно перевернуть потому что к столу здесь она не приклеена далее мы с вами видим драгостол это одна из двух больших частей данного принтера ну и поговорим о всем этом узле немного позже далее она ждет красивая на плотной лошеной бумаги но бесполезная инструкция которая кстати говоря не на русском и то что здесь расписано по настройкам в интерфейсе она тоже не имеет никакого смысла потому что они отказались от своего интерфейса и перешли на марлиновский красивое благодарственное письмо обращение к покупателю на которой если честно всем насрать потому что все абсолютно получат такое письмо и провод питания тут хотя бы с русской вилкой и уже хорошо и на этом первый ярус коробки закончился переходим на 2 и тут честно говоря когда покупаешь драгостол за 40 косарей хочется хотя бы полноценную килограммовую катушку в комплекте иметь они вот эту 80-метровую белого пла далее у нас имеется коробочка надеюсь со всякими интересными штуками и соответственно вторая большая часть принтера в коробке у нас имеется держалка для филамента и пакетик со всякой ерундой в пакетике мы имеем шпатель чтобы отрывать модели от стола и естественно если им воспользоваться то ультрабазе придет конец сразу также мы имеем набор шестигранников прочитку сопла также отвертку которую выкинуть вместе с шестигранниками сразу же необходимо провод здесь для того чтобы подключить принтер кампу через юсби является микро юсбишном первый раз такое вижу но его длины и сто процентов не хватит даже если у вас ноутбук стоит рядом с принтером также имеется запасной концевик несколько хомутов и пару кусочков пенопласта зачем-то в комплект мне тут положили натяжители ремней которые конечно же лучше не использовать юсб картридер под микро sd флешку и конечно же сама флешка кстати говоря флешка 8 гиговая видать 4 гиговые просто на складах закончились четыре винта видимо с помощью них будут соединены две части принтера еще есть кусочек тефлоновые трубки для замены в термо барьере и запасное сопло из хорошего в комплекте лежат кусачки в принципе как и обычную более-менее приличных производителей принтеров и канцелярские прищепки для того чтобы закрепить ультрабазу на этом комплект ухо у нас закончилась и можно уже рассмотреть два больших основных узла из которых и состоит принтер первый узел который мы будем с вами пристально разглядывать и оценивать я предлагаю называть драгостол ну потому что по сути здесь кроме стола который дрыгается ничего так-то и нету тут мы видим периметр из алюминиевого профиля также установлены две направляющих линейные с круглым сечением и по ним движется наш стол естественно на линейных подшипниках зачем в принципе тут имеются линейные направляющие если у нас имеется рамы из алюминиевого профиля и почему нельзя было сделать эту кинематику на open build с колесах я конечно же вот но не знаю нет у меня конечно же есть предположение что это связано с тем что оригинала конечно же стоят вот именно такие направляющие но там по сути и конструкция иная а также направляющие линейные подшипники очень высокого качества а тут мы видим что стоят обычные китайские с люфтом ну видимо суть именно в том чтобы быть похожими хотя лично у меня претензий к этому нету потому что в итоге это все нормально работает зубчатый ремень крепится за счет того что он обжат и тут конечно же есть предъява заключающиеся в том что если этот принтер получит в подарок допустим мальчишка который особо не умеет и инструментом работать и инструмента нету то будет конечно же проблема также мы можем обратить внимание на то что стол здесь не калибруется он жесткую прикручен к платформе подвижной и тут задумка такая что калибровка не нужно потому что с этим якобы должен справиться датчик высоты но датчик высоты у нас работает только с определенной размерностью отклонения а если стол перекосоёбит то опять же не опытный пользователь будет достаточно долго решать эту проблему а так как сейчас тенденция идет такая что 3d принтеры стали покупать себе уже не только технари и хипстеры которые готовы в принципе читать и изучать что-то новое то сами понимаете чем это закончится мне вот в последнее время пишет постоянно кучу людей которые просто элементарно на старте не могут откалибровать стол разъем питания стала у нас тут силовой и действительно рассчитан на тот ток который будет через него проходить но как оказалось в дальнейшем данный разъем просто будет волочиться по плоскости на которой будет стоять принтер а еще в этом кадре мы можем видеть что ремень на прямом и обратном ходе не параллелен сам себе хотя казалось просто возьмите и поставьте крепление ремня в нужном месте не промахнитесь на 3 миллиметра мать вашу а в нужном месте поставить а натяжение ремня здесь как видно осуществляется смещением двигателя ну в принципе пойдет для крепления ремня как кажется по картинке возможно не хватает пару ребер но на самом деле жесткость приличная и больше ничего не нужно крепление линейных направляющих у нас тут пластиковые в принципе у меня к ним претензий нету ну за 40 косарей можно было и алюминиевые поставить там вообще можно вот на алиэкспрессе кучу вариантов найти на самом деле в общем я обязательно производителю пару ссылок на нормальные крепления отправлю но зато эти пластиковые крепления брендированные да то есть это не просто пошли на рынок купили там что-то а это вот целый заказ целой партии зато лапка нажимающая на концевик у нас просто обычный болтик и я не против это нормальное на самом деле решение но только либо вы под полностью брендированные у нас все такое крутое нормальное либо вы полностью колхозники и роняете цену также мы можем тут увидеть пластиковые мощные ножки на шестерках причем это самое наверное прочное соединение которое в этом принтере есть ну вообще суть в том чтобы делать ножки такого типа заключается в том чтобы быстро и удобно регулировать принтер по высоте но тут по сути это не реализовано для того чтобы регулировать высоту нам понадобится рожковый и торцовый ключ и соответственно чтобы принтер кто-то приподнимал а вы под него подлезли и крутили лично я в конечном итоге когда обнаружил что принтер шатается у меня и нужно отрегулировать ножки я просто подложил бумажку в общем по итогу конструкция драгостола безусловно мощная но претензии конечно же к ней имеются теперь же давайте рассмотрим вторую часть принтера более наполненную различными узлами будем называть ее портал ну и так как тут металлические стенки очень много чего от нас закрывает то я предлагаю сразу же снять их чтобы вот на все посмотреть получше кстати преимущественно большая часть узлов здесь выполнена из металла и даже ручки для переноски тоже металлические мне еще понравилось я всегда отмечаю то что несмотря на то что у нас каркас сделан из алюминиевого профиля у нас тут не использованы сухари все соединения просверлены в необходимых местах и нарезаны резьбы ну вот какое-то у меня к сухарям внутреннее недоверие присутствует также хочу отметить то что весь метис тут каленый и по идее это хорошо но как бы если профиль алюминиевый и резьба нарезанная в нем у нас мягче чем винт который мы туда закручиваем то наверное это не так же хорошо потому что на самом деле если будем перетягивать то резьбу все равно сорвем и проще и лучше сорвать резьбу именно на метизе и заменить его чем перерезать резьбу в раме но это на самом деле наверное больше философский вопрос чем претензия к производителю левая крышка у нас без проблем снялась на самом деле она никакой функциональной нагрузки на себе не несет а просто служит неким декоративным элементом правой же крышкой пришлось помучаться немножко побольше потому что в ней у нас находится уже блок питания на ней есть разъем питания всякие там выходы под юсб флешки и прочее там находится а также экран управления тоже на ней болтается и если разборка еще прошла лайтово то когда я собирал тогда пришлось действительно помучаться но в итоге данная конструктивная особенность этого принтера все-таки поддалась и мы с вами можем увидеть абсолютно все устройство принтера на теперь ничего не закрывает и нигде никак не мешает рама портала как мы видим состоит полностью из алюминиевого профиля причем не как мы привыкли обычно что порталы это некая плоскость здесь у нас прям полноценная рама полноценный параллепипед и из-за его прочностные характеристики как бы даже ручаться не нужно тут и так все ясно а если прям вот откровенно и честно говорить то зачастую у нас кубики более хлипкие чем вот эта рама для портала драгостола но при этом направляющие оси z у нас опять же линейные направляющие с круглым сечением восьмерки кстати говоря ну и второй раз за видео у меня возникает вопрос опять же почему не open build зачем вот это вот нужно было городить еще направляйку линейную если у нас уже профиля повсюду стоят линейные подшипники у нас тут чисто китай причем они даже вот по внешнему виду не претендуют на что-то вот более крутое более фирменное вот прям вот истинный китай чего-то особенного от них ждать конечно же не приходится но как по мне наверное каких-то супер подлянок тоже не будет трапецидальная винтовая передача у нас находится с двух сторон естественно потому что у нас линейники стоят шагом перемещения 8 миллиметров наоборот что собственно является неким стандартом для 3d принтеров ходовые гайки у нас двойные с пазом фиксации от проворота и их распирает между собой пружинка не уверен что по оси z это в принципе необходимо и вообще эта тема на самом деле по большей части бюджетных чипу станков но тут главное что ходовые гайки прикручены к перемещаемой конструкции в жесткую не оставляя какого-либо свободного смещения на случай кривой твп ну как минимум это смело и забегая вперед скажу что вполне оправдана потому что судя по печати которая будет у меня немножко позже проблем с этим не было также у нас тут стоят жесткие муфты позволяющие соединить вал двигателя и трапецидальную винтовую передачу опять же смело и я думаю что правильно лично я не сторонник этих ваших всяких пружинных муфт и я думаю что если что-то у нас кривое то нужно брать выкидывать и ставить не кривое также хочу отметить что крепление двигателя оси z с виду доверия не внушает на самом деле ситуация аналогично что было с креплением двигателя оси y она тоже не внушала доверия но при этом было вполне прочная и вполне подходила туда где она находилась также надо отметить что китайцы делающие данный принтер знали что такое гровер а также у них двигатели оси z за синхронизированы с помощью зубчатого ремня это конечно же не то чтобы прям какая-то супер жесткая необходимости мы с вами видели кучу примеров которые с двумя двигателями оси z от и так отлично без синхронизации работали но все-таки я вам скажу что это больше фича чем баг потому что мне вот принтер позволяет делать так крутить один двигатель z и не бояться что у меня там чё-то куда-то съедет потому что второй двигатель крутится абсолютно синхронно первому надо ли мне крутить хоть какой-то двигатель вручную конечно же нет когда у меня все это берется вместе даже рукой туда не долезу но при эксплуатации бывают разные случайности разные приколы поэтому пускай будет кстати я пользуюсь филаментом от компании best filament отличный выбор отличная цена и отличное качество и ссылка в описании тоже кстати говоря отличная также тут у нас имеется пластиковые декоративные заглушки я сначала посмотрел такой ума почему у меня по вертикали есть а по горизонтали например нет а потом до меня дошло что крышки которые мы сейчас сняли вообще закрывают данные места и тут до меня дошло что принтер в какой-то момент просто-напросто начинал петь потому что именно в этих местах крышка прилегает к железу но никак не прикручена не притянуто и так как данная заглушка немного выпирает за габариты алюминиевого профиля то таким образом просто уплотнили но мы же с вами от рамы и оси z переходим к оси x и всему что с ней связано и тут мы с вами видим линейную рельсовую направляющую на самом деле удивительно почему не с круглым сечением потому что в оригинале именно две с круглым сечением находятся толщина плоскости который прикручена направляющая 4 миллиметра и направляющая придает жесткости и сама вот эта плоскость придает жесткости то есть опять же все достаточно надежно ну по крайней мере не хлипко винтики фиксирующие направляющую по краям закручены через один ближе к центру через два конечно же не очень круто но пойдет я уже понял что китайцев не переделать и лучше примкнуть ну конечно же тут нас интересует не сама линейная направляющая она здесь по китайским меркам кстати говоря даже неплохая а более интересно нам тут посмотреть на печатающую головку я вас могу обрадовать здесь директ китайцы походу все-таки прозрели возможно они получили письма которые многочисленные я им писал и поняли что боуден это просто кусок дерьма ну так как у нас печатающая головка закрыта крышкой то нам конечно же необходимо эту крышку снять и посмотреть что там внутри на самом деле и самому очень интересно кстати вот это колесо которое сейчас снял просто очень удобная штука обычно когда под впадающий механизм мы филамент засовываем то нам необходимо лапку там опустить пружинную чтобы колесики разомкнуть и вставлять тогда филамент но тут можно не нажимать лапку и при этом для директа это очень хорошо потому что мы на печатающую башку не давим со всей силы а можно начать запихивать филамент вот это колесо вручную прокрутить и у нас все попадает куда нужно никаких нагрузок все очень легко и комфортно в принципе прежде всего для вас происходит но в дальнейшем я это все наглядно покажу тогда когда мы с вами приступим к печати ну и на данный момент крышку я извлек мы видим все как устроено и на самом деле ее обратно можно и не одевать чисто эстетическая у нее задача и что же мы тут видим ну прежде всего вполне стандартный подающий механизм который мы до этого видели просто кучу раз но сделано здесь из алюминия блага не из пластика редукции тут никакой нету да мне наверное бы и не надо было но надо сказать что в оригинале она есть вентилятор радиатора термобарьера у нас тут стоит 35 и тут одно из двух либо будет свистеть как твари киричать верещать либо не додувать но так-то она только по книжке а на деле оказалось что он и достаточно тихий и в принципе с термобарьером у нас вроде как и проблем то нету я думаю это связано с тем что радиатор достаточно здоровый имеет прям приличное оребрение и хватает его и без вентилятора даже датчик высоты у нас тут присутствует на я не очень с ними вообще связывался и дело имел но я так понимаю что это как минимум не оригинал но тут тоже оригинал не оригинал работает на самом деле пока что исправно поэтому пойдет а потом я обратил внимание на то что у нас конструкция единая у радиатора который собственно для термобарьера у нас стоит и подающего механизма я таких если честно раньше даже не видел но пока что опять же нареканий к этому всему нет внутри сто процентов у нас тефлоновая трубка потому что она в комплекте шла как запасная и единственный минус который я вижу у данной задумки что если кто-то захочет поизгаляться попробовать там разные термобарьеры поставить и вот все в таком духе в таком роде то придется достаточно капитально переделывать голову но опять же думать об извращенцах вроде меня которые до 3d принтеров уже добрались и со сварочным аппаратом и с болгаркой я думаю это точно не задача производителей разработчика вот тут видно что я решил снять вентилятор и посмотреть о ребрении радиатора более подробно и чтобы вам показать и у нас на крепеже вентилятора также держится еще и обдув до радиатора вот я добрался вот он следующим образом выглядит не скажу что я прям впечатлен и можно было бы его теплоотвод увеличить просто физически немножко по-другому его составив но опять же нареканий вроде бы как у меня сейчас нету после печати и работы над этом принтере и ругаться вроде бы как тоже не на что на хотенде имеется также силиконовый носок и честно говоря у меня ощущение что силикон из которого он сделан но какой-то вот неполноценный вот у меня все время ощущение что он вот-вот у меня в труху рассыпется хотя опять же на данный момент после двух месяцев эксплуатации все нормально в качестве обдува стоит турбина типа 4010 честно говоря не знаю что это за фирма но в принципе звучит она не очень громко и я доволен хотя обдува хотя конечно же обдува стандартно не хватает и надо сказать что на оригинале у нас стояло два вентилятора и был обдув двухсторонний ну лично мне кажется вот так вот после моей визуальной оценки что на оригинале обдува тоже не хватает ну и как-то получилось что обдув у нас направлен не под сопло а просто на резиновый носок вся голова расположена у нас на едином креплении исключением является только кронштейн обдува ну и тут логика такая чтобы мы с вами не хотели снять обязательно с другой стороны открутится еще какой-то узел имеется датчик наличия филамента наверное вовсе не обязательно нужно было крепить его на голове печатающий потому что это сто процентов лишний вес плюс там вон крепление из-за этого насколько больше стало плюс под большим вопросом стоит тот факт нужен ли он в принципе но тут уже что есть то есть ремни крепятся также как и в случае с осью y концы тут опрессованы и совершенно точно также на прямом и обратном ходе ремень не параллелен сам себе хотя мог бы вот номинал двигателя если кому интересно в принципе тут опять же все стандартно ну и теперь давайте парами то что было из недосказанного каких-то специальных креплений линейных направляющих с круглым сечением оси z у нас нет просто в профиле просверлено отверстие туда вставлена наша направляйка и сбоку еще вот винтом подтянута чтобы не гулял не ходила решение вроде бы даже и сомнительное но реализация на самом деле достойная поэтому у меня лично без претензий плюс направляющие смазаны винтовые передачи смазаны и сама рельсовая направляющая тоже конечно же смазана материнская плата здесь находится под некой декоративной пластиковой крышечкой по сути она у нас в металлической коробке самом верху под потолком и никакого активного охлаждения нет сама же материнская плата не известного происхождения драйвера уже заранее распаяны но это точно у нас не 4988 а какие-то тим сишки или их аналоги также принтер достаточно тихий регулировка потоку у нас с вами имеется есть безусловно полезная возможность передавать g-коды по вайфаю потому что вон успеха стоит ну и сама материнская плата на базе микроконтроллера stm32 f103 для подключения дисплея использована вот такой вот здоровенный разъем и все бы ничего но проводок от экрана до вот этого разъема очень короткий и у меня имелись некоторые проблемы чтобы это все потом обратно собрать но опять же не думаю что это можно в принципе отнести к минусам потому что не хрен туда вообще лазить если покупаете готовый принтер у блока питания шилдик я забыл отснять а обратно после того как это все собрал туда не полез но тут все стандартно 24 вольта 15 ампер и соответственно 360 ватт про сенсорный экран сказать ничего особо не могу потому что не очень-то разбираюсь кино с него не посмотришь цвета тоже не очень но для 3d принтера экран как экран тут конечно же в дальнейшем нас гораздо больше интересовать будет интерфейса и функционал чем его какие-то свойства в итоге я собрал обратно принтер понял что собрал его ну несколько неверно вот у меня наклеечка наперед вылезла которая снизу должна быть ну и соответственно с обратной стороны и даже несмотря на то что это совершенно не функциональный элемент я все-таки не поленился и пересобрал ну что ж друзья я вам показал как принтер устроен естественно есть некоторые нарекания но я для того здесь как бы данную работу и провожу чтобы эти нарекания найти но в общем и целом она очень даже неплохо то есть действительно жесткая продуманная конструкция действительно по узлам вроде бы ничего лишнего без каких-либо изысков а с другой стороны ну как то вот даже вроде бы хорошо то есть на самом деле нравится выглядит ну по крайней мере для меня очень много обещающий на будущее конечно же нужно на нем попечатать и посмотреть насколько получится печатать качественно и комфортно именно из коробки не добиваясь каких-то там супер печати там изменениями прошивки не ища какие-то настройки и прочее то есть там ничего не настраивая не перестраивая просто из коробки насколько хорош он будет в печати и потом уже прикидывать лично я про этот принтер думаю следующее да это драгостол но если смотреть на драгостолы на которые мы привыкли типа хорнета от артиллерии или лонгер lk4 pro или тот же от creality ender 3 то соответственно все эти драгостолы это во первых какой-то вот бюджетный сегмент во вторых если в мире 3d инструментарии их как-то оценивать то это наверное надфиль этот же принтер от компании куба 3d обещает возможно быть топором но это еще не точно нужно же конечно же на нем поработать в любом случае я думаю что даже если он вдруг будет плохо печатать то это все исправимо всегда можно там настроить перешить поковыряться и в принципе как бы вот его выставить на какой-то рабочий достойный лад но опять же так как мы рассматриваем именно заводское решение то и оценивать его в работе мы будем в заводском решении на этом у меня на сегодня все как и говорил в начале через неделю примерно мы вернемся к данному аппарату и я уже покажу какие-то тесты работы на нем свой опыт прежде всего попытаюсь передать и будет уже окончательный вердикт достойная эта машина или нет хотя на самом деле уже понятно что машина достойная хоть и дорогая но в принципе если не учитывать то что самосбор будет конечно же дешевле как я на свой взгляд скромный думаю то кому-то нужно просто некая вот рабочая лошадо на которой можно будет пахать я думаю что именно этот принтер к этому определению на сто процентов подойдет но прежде всего стоит вот этот вот вопрос насколько много времени и труда в него нужно будет вложить или вообще не нужно вложить чтобы он начал достойно работать и наконец-то что абсолютно не может не радовать китайцы видимо поняли им кто-то подсказал они услышали молитвы всего мира и и наконец-то они постепенно по чуть-чуть начали переходить на директы и соответственно то есть драгостол с директом в любом случае будет гораздо комфортнее гораздо удобнее и гораздо восприимчивые к материалам различным а то что драгостол у нас в принципе не закрытый принтер так на самом деле у компании куба есть для этого решения в виде вот такого фольгированного непонятно из чего сделанного термокожуха в который принтер вставляется естественно это все громадко выглядит но тем не менее некое решение уже фирменное магазинное присутствует ну через неделю мы об этом и узнаем а на этом на сегодня все пока пока